Снова в школу. Как проходили торжественные линейки у школьников Красноармейска, смотрите в нашем выпуске. Они ковали победу. Завершился конкурс на лучший эскиз проекта городского памятника. Имена победителей узнаем в день города. Ребята поучаствовали в журналистском расследовании. Первый медиафестиваль состоялся в Красноармейске. Летние воспоминания. Выставка работ учеников детской школы искусств никого не оставила равнодушным. А теперь подробнее об этих и других новостях нашего города мы расскажем прямо сейчас в передаче «Новости Красноармейска». Здравствуйте! Снова в школу. Как проходили торжественные линейки в день знаний в Красноармейске, смотрите в репортажах наших корреспондентов. В школе номер 4 после гимна официальных приветствий и поздравлений лучших учеников прошлого года наградили за успехи в учебе похвальными листами. Самое главное в новом учебном году им проявить себя не хуже, а одноклассникам наращивать темпы, чтобы в следующем году тоже оказаться в числе лучших учеников. Но, конечно же, по традиции 1 сентября самые теплые поздравления и пожелания успехов в учебе звучали в адрес первоклассников. Голос, дорогая! Дверь пошире! Открывай газ! Посмотрите вы на нас! Перед вами первый класс! Первый класс – начало тропки! Жизнь огромного пути! Месте с новыми друзьями мы хотим по ней пройти! И если первоклассники пока слабо понимают, что их ждет впереди, то ребята старшего звена точно знают, что ожидать от школы. Например, девятиклассники гимназии знают, на какие предметы им следует поднажать в этом году, чтобы успешно сдать ОГЭ. Биология и химия! Хотелось бы пожелать всем школьникам хорошо знать все предметы. И, конечно же, выпускникам успешно подготовиться к экзаменам. Первое сентября – особый день прежде всего для первоклассников. В этом году в школы Красноармейска впервые пришли 307 детей. Из 44 из них приняла школа номер 3. Но для кого первый год, а для кого-то последний? В школе номер 2 именно будущим выпускникам поручили вывести свою смену на торжественную линейку. Во всех школах за успехи награждали активистов и отличников. И, как правило, награжденными были старшеклассники. Но вот в школе номер 1 учеников порщают с младших классов. Такова политика школы. Пусть дети знают, что стараются не зря. И держат планку. Тахарова Мария! Третий А-класс! Большинство 11-классников уже знают, куда будут поступать. Теперь главное – хорошо подготовиться к ЕГЭ. Будущие выпускники говорят, что готовиться они будут в течение всего учебного года. А вот ребята из 10-х классов еще не определились, куда пойдут. Но у них еще есть время подумать. Серега, расскажи, как лето провел? Неплохо. Отдыхал в разные страны ездил. В Ирландию, в Шотландию. У нас, конечно, лучше всех. А вы помните свой 1 сентября? Конечно, помню. Это была война. Это была эвакуация. Это был первый класс, в котором у нас не было портфелей, не было тетради, не было ручек. Мама шила из своей юбки портфель, так называемый, и там положили все, что можно. С 1 по 3 сентября тысячи людей по всей стране скорбили и вспоминали о жертвах атаки боевиков на школу Беслана. В Красноармейске тоже состоялись памятные мероприятия. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в России была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане 2004 года, когда в результате атаки боевиков погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. Сотрудники Дома культуры имени Ленина провели акцию, посвященную памяти погибших в Беслане. В Международный день солидарности борьбы с терроризмом мы проводим акцию, посвященную погибшим в Беслане. Мы чтим память об этом страшном дне. Наверное, стоит напомнить людям о том, что терроризм – это очень страшная вещь, которая не должна быть у нас в мире. И кого бы это ни касалось, детей, взрослых, это ужасно и этого не должно быть. В городском дворце культуры также провели мероприятие, посвященное трагическим событиям в Беслане. Мероприятие, на которое мы собрались, оно было посвящено единству, единству всего мира против террора. Оно было посвящено жертвам терроризма в Беслане. Эта история, она должна оставаться всегда в памяти, в памяти людей, чтобы люди никогда не забывали. Не забывали то горе, ту трагедию, которая произошла в Беслане, те трагедии, которые произошли у нас в Москве, на Каширке, на Рижской и так дальше. Мы должны об этом помнить. Если человечество будет помнить историю, то человечество выживет и будет жить лучше в мире и согласен. Кап-ремонт добрался до интернета. В сети появилась интерактивная карта с домами, включенными в региональную программу капитального ремонта. Как пользоваться этим ресурсом, расскажем прямо сейчас. Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов заявил о вводе в эксплуатацию интерактивной карты, где любой житель в режиме реального времени может получать подробную информацию о домах, включенных в региональную программу капитального ремонта. Ресурс доступен на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Как пользоваться данным ресурсом? Заходим на сайт, в правой части экрана выбираем городской округ Красноармейск, затем вводим адрес своего дома, например, Комсомольская, дом 10, и ставим галочку напротив раздела «План реализации программы на 2014-2016 годы». После нажимаем кнопку «Обновить». По вашему дому будет представлена детальная информация, включен ли он в программу капремонта, дата постройки дома, этажность, количество квартир, какие работы будут производиться, их объем и сроки проведения, а также затраты на ремонт. Кроме того, можно увидеть номинование подрядной организации и контакты регионального органа технического надзора за ходом капремонта. Если вы не удовлетворены качеством работ, то внизу справа есть кнопки «Пожаловаться» и «Ваше мнение», нажав на которые вы можете отправить жалобу или высказать свое мнение. Ваше обращение проверят. Если оно подтвердится, компанию подрядчика обяжут устранить недочеты, вплоть до расторжения контракта. Напомним, что 20 сентября на очередной встрече с жителями глава Красноармейска обсудит планы проведения капитального ремонта в жилых домах города на 2017 год. Встреча состоится в зале Дома культуры имени Ленина, начало 18.00. Завершился городской конкурс на лучший эскиз проекта памятника испытателям Софринского артиллерийского полигона и труженикам тыла. Итоги конкурса подведут на день города. На конкурс было подано несколько проектов наших жителей. Возраст участников конкурса самый разнообразный. Одним из последних свои проекты предложил молодой скульптор Сергей Кулигин. Его творческий коллектив, состоящий из двух скульпторов и архитектора, представил два монументальных проекта. Памятник испытателям и работникам Софринского артиллерийского полигона и памятник труженикам тыла. Наш коллектив представляет Кулигин Сергей Борисович, Филатов Сергей и Шошин Глеб. Это мы два соавтора, это Кулигин Филатов, а Шошин – это наш архитектор. То есть, мы разработали непосредственно два проекта под данную местность. Обратите внимание, первый проект – это испытателям Софринского полигона. То есть, тут есть и архитектурная часть, и скульптурная часть. Он непосредственно сделан более с классической точки зрения. Тут и, обратите внимание, и вид днём, и вид ночью, чтобы можно было осветить это всё. Проект олицетворяет скульптурную группу из двух фигур. Посередине является постамент с маленьким макетом именно «Катюши». Потому что солдаты и офицеры, которые испытывали данное оружие, они испытывали комплекс ракетно-баллистический. Вот просто на орудии «Катюша». Это оружие победы. Непосредственно в этот именно проект мы захотели поставить маленький макет. То есть, вот они объединяют его. Мужская и женская фигура. Непосредственно прообраз женской фигуры мы брали именно с мамы «Катюши». Это жительница вашего города, которая непосредственно принимала участие в испытаниях. Мужская – это аллегорическая фигура офицера, потому что это мужчина и женщина, как Адам и Ева. Более такой классический вариант, чтобы объединение. Вот это их, как бы, ребенок, детище. Вот щит, непосредственно который присутствует на постаменте. И на нем что будет изображено? Герб Красноармейской? Да, я думаю, герб Красноармейской, скорее всего, потому что это происходило именно в вашем городе. По словам скульптора, памятник испытателям нужно установить напротив входа в Нии Геодезия. Второй проект памятника труженикам тыла поражает монументальностью. В нем его создатели хотели показать всю мощь трудового народа, ковавшего в тылу победу и помогавшего советским солдатам в нелегкие годы Великой Отечественной войны. Мы непосредственно, когда его делали, он нам удался нелегко, потому что, как бы, думали из-за чего. Насчет одной фигуры, то есть, одна фигура, это фигура солдата. То есть, непосредственно, это защитник, у вас город военный. Вот, мы хотели непосредственно одну фигуру сделать. Но потом поняли то, что одна фигура не может полностью показать этот весь данный подвиг. До того времени. И мы вот решили, что будет скульптурная группа из четырех фигур. Вот. В этой композиции, мы основясь на том, что там плинт скульптурный, он будет уже являться как постамент. То есть, интерактивная скульптура. То есть, человек может подойти, посмотреть, потрогать. Каждый именно персонаж, он олицетворяет определенный вид, допустим, колхозницы. Она олицет сельское хозяйство. Рабочие. Тяжелая промышленность. Ну, пионеры. Это вот мальчик, который поддерживал дух там, потому что дети. Да-да-да-да-да-да. Понятно, подростки. То есть, тут именно... То есть, вот эта группа, она трудилась в те годы, допустим. А солдат воевал. То есть, они ради чего это все делали? Они все объединились и помогали воину, чтобы он воевал, защищал непосредственно страну, страну освобождал от захватчиков. То есть, у нас вот такая вот идея была, чтобы центральная группа, она была очень завязанная, сполоченная. То есть, не разрозненная, а более такая объединенная. По словам начальника отдела развития социальной сферы Натальи Вавиловой, заявки принимались до 31 августа. На этой неделе конкурсная комиссия проведет расширенное заседание, где будут подведены итоги конкурса и определены победителем. Объявление победителей и награждение победителей у нас планируется в рамках приема главы города 9 числа в городском дворце культуры в 16 часов. На сегодняшний момент у нас, как вы видите, это последние работы, которые были направлены к нам в комиссию. У нас есть еще проекты, которые представлены жителями нашего города. Я думаю, что это только начало нашей работы. И в дальнейшем, как я уже сегодня сказала, думаю, все интересные задумки и те, которые были представлены, проекты, они в нашем городе найдут отражение, участие. Я думаю, что будем работать в этом направлении. С Днем города наших горожан поздравил глава Красноармейска Александр Овчинников. Дорогие жители города Красноармейск, от всей души поздравляю вас с праздником, Днем города. В этом году мы отмечаем 69-ю годовщину нашего города. Для города это небольшой срок, наш город совершенно молодой. Поэтому хочется пожелать всем жителям и особенно, конечно, нашим ветеранам здоровья, счастья, удачи и всего-всего самого доброго. Следующий, 2017 год, для нас будет знаковым. Красноармейск будет отмечать свое 70-летие. Я думаю, что мы только вместе с вами сможем добиться, что в каждом доме у нас будет тепло, уют, что город наш будет становиться все краше, прекрасней, и мы будем любить наш город еще сильнее. С праздником вас, дорогие жители города Красноармейска! Мой двор – моя гордость. Имена победителей конкурса на лучшее озеленение двора Красноармейска мы узнаем 10 сентября. Цветущие клумбы и палисадники – пожалуй, главное и нередкое единственное украшение дворов Красноармейска. Чаще заботится о них один-два человека. Как правило, это пожилые люди. К такому выводу пришли члены общественной палаты Красноармейска при подведении итогов конкурса «Мой двор – моя гордость». 2 сентября вместе с председателем общественной палаты Лидией Грибковой мы объехали практически весь город в поисках лучших дворов. Во дворе домов Чкалова 5 и 9 экскурсию для нас провела представитель правления ТСЖ Алла Дудич. Самая активная по цветам у нас Покатина Галина Викторовна. Ей помогает Зюбанова Валентина. Как его отчество уже не помню, знаю, что Валентина. Вот они вдвоем в основном вот этими двумя занимаются газончиками большими. Там дальше газончик еще один есть. Там занимается Елена Афраимовна Граб в следующем. А там вот из четвертого подведения, там уже больше занимается, Надя, кто у нас там это? По-моему, Светлана Кирилловна, да? Да. Да, Светлана Кирилловна и еще из Москвы приезжает одна женщина. Вот, у нас двор не первый раз участвует в конкурсе. У нас постоянно красивый цветник. Наши женщины молодцы, умнички они. Они день и ночь работают в этих цветниках. Познакомились мы с хозяйкой полисадника на заднем дворе Чкалова-5 Екатериной Вариной. Здесь тоже яркие цветы, начиная с ранней весны и до глубокой осени, сменяют друг друга и радуют соседей. Слова восхищения вызывают полисадники в микроайоне Северном возле домов 4 и 1Б. Лето ведь уже закончилось, а здесь еще долго можно будет любоваться красотой и цветением. Перед домом 1Б, благодаря многолетним стараниям жительниц, некогда пустынный двор превратился в утопающий цветами скверик, где любят отдохнуть соседи. Немало стараний прикладывают и жители дома номер 7 по улице Дачной. У каждого подъезда здесь разбиты клумбы. Общую картину разве что портит разбитая подъездная дорога. Исправить этот недостаток – забота отдела городского хозяйства. Стойкий боец в отстаивании гражданских прав – Тамара Новикова. Ее знают многие городские чиновники. Но соседи по дому номер 6 улицы Гагарина уважают ее не только за настойчивость, но и за цветы под окнами своих квартир. А еще не может не вызывать восхищения решительность этой женщины. Пока все ругали городскую власть за разгуливающий по детской площадке крупный рогатый скот, она просто прогнала коров. Вот таким насыщенным стало для нас путешествие по лучшим дворам Красноармейска. И благодаря этому у общественной палаты появились новые идеи на будущее. Сегодня комиссия общественной палаты смотрит наши дворы, дворы нашего города и выбирает самые красивые уголки, чтобы назвать победителя этого конкурса. Мой двор – моя гордость. Номинаций у нас много, но, к сожалению, у нас в городе только одна номинация. «Один за всех», когда один-два человека благоустраивает двор целого дома. Мы надеемся, что в следующем году мы объявим конкурс с апреля, с мая месяца. Будем подводить его и весенний, и летний, и осенний вид нашего двора. И я надеюсь, что еще больше жителей выйдут благоустроить свои дворы. И тогда мы посмотрим и мир сказок в нашем дворе, и технические устройства нашего двора, и различные номинации по благоустройству наших дворов, чтобы наши дворы действительно были нашей гордостью. С новостями культуры и спорта вас познакомит моя коллега. А я с вами прощаюсь. Поздравляем всех с Днем Города и до новых встреч. Здравствуйте, с вами Юлия Ревина, и теперь о новостях культуры и спорта. Несмотря на то, что ремонт в детской школе искусства еще не закончен, это ни повод не творить. Вот и художники не сидели без дела. Выставка работ учащихся школы, выполненные на пленэре, открылась в холле Дома культуры имени Ленина. Вот простая улитка. Обычный прохожий, взглянув на нее, подумает, фу, какая маленькая, скользкая и противная. А художник увидит в этом живом существе красоту всего мира и запечатлит момент на своем холсте. Увидеть необычное в обычном, то, что не видят другие, именно этому учат ребят преподаватели школы искусств. Эти уроки уже хорошо усвоила ученица выпускного класса Ксения. Тем более она планирует продолжать свое обучение художественному мастерству уже в высшем учебном заведении. Когда ты видишь натуру, ты можешь увидеть ее движение, фактически жизнь, тех же самых растений. Ты видишь их в их естественной среде. Например, вот эти вот букеты. Ты видишь цветы как бы уже сорванными, немного увядшими. А так ты видишь цветы в их природе. Их может дуть ветер, находятся насекомые рядом. Ты можешь все это уловить и изобразить на бумаге. Все получается, чем нам нравятся цветы в горшках, например, больше, чем от цветов. Просто в вазе, стоящих в воде. Тем, что мы видим их живыми. И это же мы можем принести на бумагу. Еще одной ученицей художественной школы во время работы на пленере родилась идея проекта, который помог бы нашему городу стать краше. Можно создать проект. Во многих городах уже есть такие проекты, что некоторые, можно так сказать, разрушенные места в городе дети рисуют, чтобы они бы хотели там видеть. И можно сделать в нашем городе тоже, я думаю, этот проект, чтобы можно было улучшить как-то наш город. А вот Софья только планирует поступать в школу. Ей нравится рисовать, особенно натюрморты и портреты. Но свое умение она хочет улучшить. Может, каким-то качеством же должен обладать художник? Нет, это не обязательно. А как же тогда вот надо рисовать? Сначала захотеть, потом научиться. Окунуться в атмосферу творческой мастерской и нескучных уроков смогли все. И те, кто уже учится в художке, и те, кто только собирается. Несколько мастер-классов провели преподаватели школы. Можно было попытаться собрать настоящий средневековый замок, правда, только из бумаги, сделать съедобный шедевр, раскрасить сладкой глазурью яблоко, или же попробовать изобразить красоты ярких цветов при помощи черного маркера. Кстати, дата открытия выставки, которая продлится до 25 сентября, выбрана не случайно. 1 сентября 1994 года школа впервые распахнула свои двери для учеников. Свой 22-й день рождения школа хоть и встречает не в своем здании, а в гостях, но уверена, что учебный процесс ни при каких обстоятельствах останавливаться не будет. Если обычные овощи и фрукты становятся произведениями искусства, значит в городе вновь проходит выставка «Спасовский урожай». Репортаж с праздника продолжит наш выпуск. В качестве празднования Дня города возле ДК имени Ленина проводится мероприятие под названием «Спасовский урожай». Организаторы обещали нам веселые игры, выставку даров природы, аукцион, овощной шахматный турнир и развлекательную анимацию. Посмотрим, как это будет. И правда, этот праздник не разочаровал ни одного из посетителей, даже самых маленьких. Дети учились делать очаровательные бусы из рябины и соревновались в поедании сочных дынь. Так как сегодня праздник урожая, мы проводим мастер-класс для детишек, уже старшего дошкольного возраста. Но есть и малыши, чтобы им было интересно, чтобы они ушли с памятными подарками. Делаем бусики для мам. Мы нанизываем рябинку на ниточку и продеваем вот такой листочек. И получается медальончик. Посетителей постарше ждала креативная выставка даров природы, выполненная различными организациями. Красивые композиции. Кто их делал? Дети совместно с родителями. Очень нравилось. Проявляли воображение, фантазию. Придумывали сами некоторые идеи. Мы подавали им совместно с родителями, привлекая детей. Мы развиваем у них творческие способности, что способствует развитию детей хорошим. Всех желающих угощали разнообразными вкусностями и радовали интересным представлением. Воскресный день в библиотеке. 4 сентября прошел первый медиафестиваль. Его участники проводили журналистские расследования и учились делать горячие новости. Как это было, узнаете из нашего сюжета. Помимо сотен интересных книг, есть еще много причин ходить в библиотеку, утверждают члены молодежного медиа-центра. 4 сентября в городской библиотеке стартовал медиафест «Красноармейск-2016», приуроченный к празднованию Дня города. Все началось с открытия новой фотовыставки «Город во времени», что появилось благодаря конкурсу, который проводили в течение двух месяцев. Задачей конкурса было рассказать с помощью фотографии о родном дворе, улице или любимом месте в Красноармейске. На эту выставку попали лучшие работы участников. После торжественного открытия гости смогли поучаствовать в увлекательном квесте «Журналистское расследование». Для того, чтобы выполнить все задания, нужно было обойти весь Красноармейск. Первый этап квеста – найти место в городе по фрагменту фотографии, сделать селфи и отправить в штаб. В молодежном медиа-центре тут же принимали выполненные задания и давали новые. Участники писали очерки, проводили интервью, короче, делали все, что требуется от настоящих журналистов. На этом медиафест не заканчивается. Впереди круглый стол, презентация фотоальбома «Выбираю Красноармейск» с работами участников фотоконкурсов и награждение победителей. В последнее летнее воскресенье на территории физкультурно-оздоровительного комплекса прошло сразу несколько спортивных состязаний. Футбол, волейбол или велопрогулка – выбирай любой спорт по вкусу. Спортивные мероприятия в конце лета, посвященные Дню города, уже добрая традиция. Уже не первый год любители двухколесного, экологически чистого транспорта отправились в велопробег, посвященный памяти Владимира Дронова. На этот раз маршрут проходил до деревни Федоровского и обратно. Там участники посетили Центр по сохранению диких животных, покормили кабанов и оленей и сделали множество фотографий. А тем временем на ФОКе проходили турниры по мини-футболу и волейболу среди городских предприятий. Кроме того, вновь для всех желающих был организован фестиваль ГТО, во время которого все могли попробовать свои силы в сдаче спортивных нормативов. 10 сентября Красноармейск отметит День города. Мы поздравляем вас с этим событием и напоминаем, что афиши праздничных мероприятий расклеены по всему городу. Их также можно найти и в официальных группах телеканала «Диалог Красноармейск» в соцсетях. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Смотрите новости Красноармейска и вы всегда будете в курсе городской жизни. Продолжение следует...